В Латвии с каждым годом возрастает число женщин, которым ставят диагноз «рак груди». Статистика также свидетельствует, что среди всех диагностицированных новых случаев рака груди чаще выявляется первая и вторая стадия. Наше общество ВИТО, которым я руковожу, стремится к созданию впечатлений, к общественному мнению о том, что онкология груди может быть полностью излечима при ранней стадии. И если будет возможность в нашем государстве финансировать прогрессивную целевую терапию, прогрессивную химиотерапию, щадящую, то полностью никакого рецидива в онкологии почти быть не может. Это уже достигнут, это золотой стандарт в Европе, это возможно и в Латвии. Чтобы вовремя распознать заболевание и спасти себе жизнь, женщинам до 50 лет следует регулярно проводить ультрасонографию. Для женщин в более старшем возрасте от 50 до 69 лет действует оплачиваемая государством программа проверки на заболевания раком груди. В среднем по Латвии в 2016 году такое бесплатное обследование прошли 27% приглашенных женщин, а в этом году 44%. В Европе данный показатель составляет 70%. Мы только тогда откроем все формы заболеваний груди, если мы добьемся, что и в Энспилском районе будет 70% отзывчивости женщин на приглашение пройти бесплатную проверку на маммографе. Здесь пока еще очень низкий процент. В Латвии за первые годы деятельности нашего общества и государственных публичных компаний мы достигли пока что только 44% отзывчивости женщин. В Энспилсе эта отзывчивость очень низкая, еще ниже, чем средняя в Латвии. Поэтому, женщины, я приглашаю вас быть здоровыми. Ну, основная идея – это все-таки регулярно следить за своим здоровьем, потому что чем быстрее мы найдем изменения, тем быстрее можно их, скажем так, исследовать более точно. И в случае, если это действительно что-то нехорошее, чем это меньше, тем это быстрее удаляется, и тем это, ну, как более щадящая операция возможна. Потому что есть разность сделать операцию и удалить столько поврежденную часть груди, или все-таки в тяжелых случаях нужно удалять всю грудь, или еще в более тяжелых случаях операция невозможна, и, ну, тогда уже кого-то винить слишком поздно. У гостя, которая провела лекцию для венсполщанок Ирины Янумы, в 2006 году был диагностирован рак груди. Онкологическую болезнь обнаружили на ранней стадии. Сто женщин, которые пройдут проверку на маммографии. Из них только 12 будет диагностицирована онкология. И вот этим 12% я желаю, чтобы это была только первая или вторая стадия. Возможно, это будет даже нулевая стадия, которая была и у меня. И в результате, когда я проходила химиотерапию после своего диагноза, у меня даже не пропали волосы. Обычно волосы при второй, третьей, четвертой стадии в результате химиотерапии полностью падают. У меня этого не было. Так что я советую всем быстренько бежать и проверяться. И не бояться ни в коем случае. На прошедшей неделе в сценах Северокурзунской региональной больницы состоялась презентация аппарата нового поколения, маммографа, с функцией томосинтеза. Благодаря проекции томосинтеза можно лучше уточнить наличие ракового образования, его характеристик и локализации, с учетом минимализации лучевого облучения. Обследование на новом оборудовании менее болезненно, чем на старом. Еще одна особенность этой аппаратуры – это то, что аппарат дигитальный. Это значит, что нет необходимости использовать кассеты или фильмы. Мы это все получаем, как это просто можно сказать, через провода. И это уменьшает возможность искажения картинка чисто из-за технических причин. К тому же аппаратура сделана с мыслью, чтобы женщине находиться во время обследования в кабинете было намного проще. С такими, может быть, немножко для пользователя, кажется, несерьезными вещами, как, например, дополнительное освещение зеленого, красного, синего цвета. Хотя это чуточку развлекает и сбивает эту основную мысль, переживание, что же тут происходит. Машина сделана так, чтобы это сдавливание не было жестким, чтобы оно не было таким очень неприятным. И та часть аппаратуры, которая сдавливает грудь, она сделана из более мягкого материала, чтобы женщине было не настолько, скажем, некомфортно, как это было до этого. Реальность такова, что в Латвии развитие области онкологии отстает от других стран Балтии. Несмотря на то, что латвийские специалисты столь же компетентны, так как они читают одну и ту же литературу, посещают одни и те же конференции, но в реальности системы компенсации в Латвии по-прежнему очень низкие. Причина этому – ограниченное финансирование.